Здравствуйте, Илья Асмелем. Здравствуйте. Хотелось бы начать с этого заявления спецдокладчиков ООН. И содержание заявления, в котором отмечаются, в частности, такие высказывания, надуманные выражения, как блокада, якобы гуманитарный кризис, дает основания говорить о том, что эти эксперты ООН абсолютно не осведомлены о вопросе, по которому высказывают мнение. И это ли не проявление двойных стандартов, причем от практически самой авторитетной ее международной организации? Спасибо большое, Илья Асмелем, за вопрос. Мне так кажется, что это очень предвзятое заявление Совета ООН по правам человека. И, кроме того, это заявление приготовили независимые эксперты и специальные докладчики ООН. И здесь, не зная суть вопроса, не зная, что и какие процессы идут в регионе, и для чего служила эта лачинская дорога на протяжении трех лет, вот выступают эти независимые эксперты, докладчики с этим заявлением. И надо особенно отметить, что вот через эту дорогу на протяжении трех лет, после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, провозилась на территории Азербайджана вооруженная техника, боеприпасы, мины, диверсанты. Проводилась ротация прорывных сил Армении на территорию Азербайджана. И этим вот этот крупкий мир, конечно, порпедрировался со стороны Армении. И вот здесь надо особенно, вот азербайджанские реалии, азербайджанские все нарративы мы должны преподнести мировому сообществу. К сожалению, вот есть некоторые политики, некоторые круги, которые были обмануты армянской пропагандой, и они говорят здесь о якобы напряженной коммунитарной ситуации. И я вот вижу в некоторых заявлениях, особенно повторяется вот эта терминология блокада, и вот напряженная ситуация. Конечно же, Азербайджан свое мнение основывается на фундаментальных нормах и принципах международного права на территориальной целостности и суверенитете, нерешимости границ нашей страны, и с целью обеспечения безопасности. Особенно Азербайджан установил на дороге Лачен контрольный пропускной пункт. И после того, установления этого ППП, мы видели обстрел нашей позиции, и даже ранения азербайджанского пограничника 15 июля. И после того, надо еще добавить, что международный суд отстранил ходатайство армянской стороны об устранении вот этого програничного пропускного пункта. И это еще раз показывает цель Азербайджана для предотвращения разных провокаций со стороны Армении и основания нашей позиции на международном праве. И, конечно, вот здесь, особенно вот эти заявления разных политиков, разных организаций, особенно такого универсального, универсальной организации, как ООН, поднимает реваншистские настроения в Армении. И они думают, что мировое сообщество, разные международные организации стоят за ними, они выступают с такими заявлениями и могут продолжать эту политику. А главное то, что, включая Карабах, Армения признала нашу территориальную целостность взаимно и нету никаких территориальных претензий на словах у сторон друг к другу. Но мы видим, что вот этими заявлениями армия пытается продолжить свою оккупационную политику, иметь интересы на азербайджанской территории и, как было раньше, провозить военную технику на территории Азербайджана. И, конечно же, в будущем это может поднять действительно напряженность в этом регионе и может случиться большая война, эскалация. И это надо учитывать. И все эти эксперты, все эти докладчики должны понимать вот эту ситуацию. Я смотрю вам, вот какими фактами они оперируют, вот эти силы, которые дают такие неоднозначные заявления, и почему, то есть они все-таки, мы не видели никакой реакции на противоправные действия Еревана, как вы отметили, на то, что перебрасывалось вооружение сепаратистам, мины и в целом вооружение. То есть вот никакой реакции на этот факт мы не видели. Да, вот это политика двойных стандартов, потому что на протяжении 30 лет Армения разграбляла азербайджанские минеральные ресурсы, наши национальные богатства и провозила через эту дорогу на территорию Армении, потом на Запад, на разные черные силы, если можно так сказать. Но на все это закрывали глаза вот эти эксперты, международное сообщество, как будто вот Армения, разграбливая азербайджанские территории, делала правильный шаг. Но сейчас мы видим, что совершенно обратное происходит. И на территории Азербайджана, когда армянская сторона совершала экоцит, урбицит, культурцит, совершала вандализм, то на это мы встречали мнение с молчанием этих политиков, этих экспертов. Но сейчас только руководствуясь пропагандой армянской стороны, вот мы видим такие заявления, никаких фактов, никаких аргументаций, никаких официальных каких-то предложений, но, к сожалению, вот эти фейковые фото, фейковые видео, фейковые такие театральные шоу, конечно, воздействуют на разных каких-то экспертов. А мы видим в социальных сетях, как першествуют в Ханки-Анди и в местах, где дислоцированы российские миротворческие силы. И, конечно, никакой блокады там нету, никаких там препятствий для жизнедеятельности мы не видим. И Азербайджан, наоборот, для усиления благосостояния, для обеспечения первых нужд, Азербайджан предложил альтернативный путь вот этому региону, через Агдам, по маршруту Агдам-Ханки-Анди. И, кстати, в недавнем прошлом эта дорога функционировала до оккупации. И через азербайджанскую территорию, через нашу юрисдикцию, может функционировать эта дорога для каких-то устранений вот этих должных провокаций. А сейчас мы видим, что вот армянская сторона, включая и сепаратистов, сами же блокируют эту дорогу, ставят туда бетонные плиты, заграждения, и вот сами препятствуют реинтеграции. И они очень хорошо знают, что если вот эта дорога откроется, то поступательным образом вот эта реинтеграция будет, и в скором времени мы увидим устойчивый мир на Южном Кавказе. То, видимо, Армения не сторонник мира, а на словах, конечно же, признает территориальные силы. Тут, Илья Смолим, очень интересна роль в таком случае международных организаций, которые вроде бы призывают к миру обе стороны, но с другой стороны мы видим, как они выступают с такими провокационными достаточно заявлениями. Ну, конечно, это тоже политика двойных стандартов, потому что призывать к миру вот их обязательства. Они уже, конечно, на протяжении 30 лет призывали к миру, безопасности, устойчивому развитию, но продолжалась вот эта оккупационная политика, разглавление азербайджанских территорий и уничтожение всех наших национальных ценностей, но и религиозных в том числе. Но сейчас мы видим, что совсем другая позиция, и как поступает МИД Армении, и уже мы видим, что последовательные шаги и заявления, конечно же, укрепляют позицию Еревана. Это, конечно, недопустимо, и потому что искажение факторов происходит. И здесь, конечно, вот эти, как вы упомянули, международные организации, международные сообщества руководствуются только однобокими какими-то псевдофактами и, к сожалению, не смотрят, не рассматривают тщательно вот ситуацию. А это, конечно же, вызывает очень большое сожалению. Спасибо вам большое, Илья Асмайля. Спасибо вам. Двойные стандарты международных организаций обсудили с политическим обозревателем Илья Самгусейновым.